Свою рабочую поездку в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук начал с посещения детского сада номер 22 в поселке Дрожжино. Новое дошкольное учреждение распахнуло свои двери для воспитанников 1 сентября этого года. Группа в данном детском саду у нас 13. Из них имеется одна локопедическая группа подготовительного возраста и соответственно имеются кружки дополнительного образования. На встрече обсуждались вопросы поддержки работников социальных сфер, открытия новых детских садов, школ и других важных объектов, реализация государственных и региональных программ. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева рассказала об изменениях структуры учебных заведений муниципалитета. Провели реорганизацию и сейчас у нас 17 образовательных комплексов. В каждом из них есть дошкольное отделение. И у нас сохранились детские сады как самостоятельные юрлицы. У нас их четыре. В завершении встречи Владимир Жук поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Поблагодарил за добросовестный труд и преданность своему делу. В торжественной обстановке депутат вручил награды и памятные подарки. Дошкольное воспитание это как бы первая ступень. То есть закладывается в фундамент того, что будет дальше. Поэтому как наши дети будут развиваться, в первую очередь зависит как раз от дошкольных воспитателей, от тех, кто занимается с маленькими детками. Поэтому в этот праздник хочется им пожелать, конечно же, мудрости, терпения, крепкого здоровья. Ленинское отделение «Единая Россия» активно принимает участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Депутат Московской областной домы Владимир Жук вместе с председателем Совета депутатов Станиславом Радченко, а также с другими партийцами присоединились к экологическому мероприятию. Я рад, что с каждым годом все больше и больше становится зелени на нашей территории. Это приятно. Здесь приятно и находиться, и гулять. Поэтому я хочу пожелать, чтобы каждый сегодня живущий в нашем городском округе всегда принимал в таких акциях участие. В сквере на улице Завидное было высажено более 50 кустарников и деревьев в рамках партийного проекта «Чистая страна». Начальник территориального отдела «Видное» 6-й микрорайон Татьяна Лисицына отметила, что места для посадок всегда определяются с учетом пожеланий жителей. У нас раньше была здесь елка, но, к сожалению, она у нас не прижилась по каким-то причинам. И все-таки, так как это центральная у нас площадка для празднования Нового года, для проведения каких-то мероприятий в микрорайоне Завидное, поэтому вот эта площадка тоже не случайно выбрана. Ежегодная областная экологическая акция продлится в Ленинском городском округе до 30 сентября. В рамках мероприятия на территории муниципалитета будет высажено свыше 3000 деревьев и кустарников. В завершении своего визита парламентарий также оценил качество работ комплексного благоустройства дворовых территорий города Видное.